добрый вечер сегодня мы хотим о чем-то посвятить вас в одной секретнейших тем сразу несколько причем тем ну я почему сейчас вот решился на это потому что я их так немножечко освещал вот обычно после этого идут какие-то гадости на меня вплоть до покушения там утравят или проткнут или авария сделают очередное вот еще камеры гадостью происходит там в общем то люди то извращенные так они сразу убить не могут потому что жрец за жрец отвечает весь род убийцы вот поэтому делается посредственно посредом не всегда получается как хочется и ну и вроде не было ничего такого поэтому я хотел как раз вот рассказать что было девятнадцатом веке какие были ну сейчас для у нас это конечно секреты в принципе это была обычная жизнь вот ну начнем с простого самого про которой я очень много всегда говорю но не говорю всегда сути вот понятия веже и не и вежды но сейчас говорят что этих понятий нет у нас в русском языке сохранились вот невежда и сохранилась и невежа ну как бы он для нас это сейчас одно и то же в реальности это разные вещи вежа это фактически равные расстояния временные между какими-то действиями в течение суток там в течение шеренницы месяца года вот это называется вежами а вот невежа это означало человека который в общем-то отказался от бессмертия потому что у нас бессмертие достигался с помощью веш мы ты необходимейшие условия для того чтобы организм человека сделался упорядоченным а мы говорили что упорядоченность это принципе характеристики божественности то есть если вы точно знаете час рождения и можете от этого часа плясать берете например число восемь делим им триста шестьдесят градусов или двадцать четыре часа вы получаете соответствующие вижу или в градусах если это 30 градусов или в часах вместо это сутки но сутки нас ведь естественный цикл вот мы ему подчинены и естественно нам надо брать или сутки или год но если мы сделали у себя вращение искусственных периодов шеренницы месяца сезона три месяца или года вот это тоже естественный цикл вот мы себе обеспечили тем самым закрученность наших естественных циклов и искусственных циклов то есть появление новых времен как правило связано с появлением новых сознаний которые как правило наши предки создавали их из их у своих но сейчас для тонких до ников над неправильно потому что в действительности у нас двойники они плотные потому что они более высокочастотные а чистота высокая частота уплотняет пространство естественно у них плотность настолько высокая что мы нашим физическом теле для них как воздух мы проходим через них через их плотность но они к нам привязаны и душа и дух это тонкие считаются тела наши но они не тонкие в реальности они плотные вот матрешка ножа и случайно складывался все больше внутрь и внутрь наружение наружу вот наше основное тело наше физическое тело это вот оболочка главное остальные светило в нас находятся вот и вижу если вы берете тем более число которое связано например с вечностью но у нас видите ведь самое основное до действо это принятие пищи на сегодняшний день и и если мы берем например число восемь связано с вечностью она поэтому и обозначала вечность я писал и писалось так вот ура вот до сих пор восьмерку пишут как знак бесконечности а у нас ее постоянно папа вот но тем не менее она от этого свойств их не потеряла вечность если вы разделите на 8 24 часа то три часа вот если вы начнете есть через каждые три часа вот ну естественно ночью и можете не есть но это только первые три дня первые три дня надо исполнить все вехи но вехи это точки между вешами то есть для того чтобы возник условный рефлекс нужно три повторения четвертый не надо делать то есть не надо ночью вставать вот вы сделали и в принципе вы закрепили все эти вежи вы закрутили сутки вот начинайте считать от дня вернее вот час своего рождения ну если у вас вся семья перешла на вежевое питание ну тогда можете любую взять число организм подстроиться но всегда интереснее делать чтобы у вас фаза не было фаза но а тут будет фаза потому что мы все свои поступки привязаны к часу своего рождения к часу своей силы и вот и через каждые три часа ну допустим вы начали есть девять часов девять часов родились утром его с 9 вы начали три часа значит следующий период пищи 12 еще один это будет 15 18 18 овере 18 до и 21 ну 20 не можете уже не есть 4 достаточно остальные можете не есть можно конечно пятому 6 часов утра поесть так называемый за утренник но в том что каждый час был связан со своим со своей формой принятия пищи каждый час имел название не только обед ужин там поужину ползник завтрак там обед мира и да и да просто это все название приема еды и каждый час у нас был связан с тем или иным названием приема пищи так вот когда мы начинаем таким образом питаться мы выстраиваем в организме порядок предотчение возникает упорядочение и поскольку человек это жидкий кристалл а упорядоченные кристаллы все имеют свойства сверх сверх проводимость сверх пластичность сверх текучесть так далее и мы тоже начинаем потихонечку приобретать эти свойства другое название невежда она связана с понятием вежды вот если вижу было связано с бессмертием человека наши предки были бессмертными начиная от геккотанхейра в первой цивилизации на земле продолжение титаны продолжение исполины наконец лант все еще была у нас идеология бессмертия она была закрыта ее нельзя было демонстрировать потому что мы за бессмертие были наказаны в свое время апокалипсисом вот так вот вежды это было связано с эволюцией человека то есть вежды это еще раз напоминаю одинаковые промежутки времени вежды они имеют арку арка это какой-то временной тоже промежуток который связан со способностями с событиями какими-то с возможностями ну то есть у него разные функции и мы если хотим их приобрести способность возможность там какое-то событие до того что всех есть своя временная мера временная мера которая кстати называлась верой но сейчас вера вы знаете что означает неправильно интерпретация так вот вежда фактически была связана с нашими мерами наши меры это вот естественные рычаги нашу-то ладонь ну так она и была ладонях длани говорили мерили длину аршин это ширина наших плеч в аршинах мерили ширину вот сожжение и козая сожжение ну сейчас глядь касаем про наказаем потому что у нас расстояние каз между глазами и 12 казов входит как раз в длину нашего позвоночника так вот длина нашего позвоночника казая сожжение она была связана с эволюции человека потому что когда мы едим например то же самое по веждам мы очень-то закладываем куда свою способность возможность отсутствующую у нас она появляется если мы используем свои меры вот наши меры всегда они лежат в основе всех наших возможностей способностей функций ну и так далее потому что мы другое принять не можем наш организм принять другого не может только через наши меры или допустим через синусы там косинусы которые тоже работают с нами но при умножении нашей меры тут именно через синусы косинусы мы могли загнать все божественные углы божественные возможности потому что каждый бог ну числа бог он имел свой угол когда 360 градусов делить на число бога мы получаем угол бога и берем его синус или косинус вот но синус это точно божественные связанные с вертикалью роста потому что синус всегда направлен кверху а косинус он всегда направлен по горизонтали с людьми с природой с животными с растениями все по горизонтали и наши отношения но внутри тоже регулировать и уж переводить на божественные новыми на через косинус вот если мы возьмем нашу меру любую а наши мира не определялись через магическую окружность магическая окружность длина ее наш рост ну окружность вы представляете это два пи р р это радиус но 2 пи это количество регион в окружности и вот если мы берем нашу меру выражаем ее в углах наши меры угловые назывались и ганашами вот ганаш наш мир он всегда связан с нашей какой-то возможностью потому что любая способность любая возможность любая функция она не проявляется не потому что ее нету а просто нет энергии чтоб она проявилась а чтоб она была эта энергия надо насытить ее через стимуляцию нашей меры нашей угловой мир вот насыщаем таким образом и получаем возможность проявление других функций других возможностей способность или раздвигание наших значит диапазонов видения слышание чуя не обоняние так далее то есть мы можем таким способом увеличивать свои возможности в этом суть совершенства а для того чтобы это все получалось ведь у нас с детства самого рождения эволюция блокируется блокируется с помощью прививок блокируется с помощью вот этих перенаний ребенка ребенку не дают главное находиться в позе эмбриона это когда ребенок родился он продолжает ведь находиться в этой позе в какой он был у трубе матери то есть он кладет на ручке головку встает на колени и вот кладет в головку это поза эмбриона в ней он развивался и в нем продолжает развиваться сейчас если человека попробовать поставить в эту позу да он не и 10 минут не прожжется у него начинают текать руки и начала текать ноги то есть он не приспособлен к этой позе то время как вот анты но это люди обезьяны вот их находили лирбище их находили спящими в позе эмбриона они до сих пор так спят это естественно поза поэтому они развитие чем мы хотя они волосатые некоторые даже хвосты есть это не показатель что они примитивны показатель того что просто не знаем поэтому невежда слово обозначало как раз невозможность эволюции для данных людей вот и поскольку у нас противостояния всегда было православия да и вот это навязаны на сегодняшней религии причем она все время менялась в кучу сторону там убирали все вот перевоплощение убрали да вот ником убрал убрали значит волшебные одежды у нас 18 где-то самым скромным подсчетам было реформ нашей древней веры вот не фантаска не фантаска это принципе когда брали волшебную одежду вот ну никоноска это когда пока на кона кона отменили мы уже по конам жили испокон веков да вот но и переплощение убрали вот потому что кон связан как раз переплощениями вот негарская да когда нас письменно собрали уголоту негарская реформа убрали торжественную письменность которая сейчас еще в египте у гоптов сохраняется ну ты сейчас не в этом речь вот поэтому если мы хотим снова вернуться к к истокам нам надо вернуться жить по вежим и жить по веждам вот все это составляет ряды варебет не должны меняться и наши предки же они же были порядочными людьми потому что они жили по этим рядам по вежим и веждам когда одно и то же число повторяется то ряд прави когда несколько чисел повторяются это ряд слави поэтому нас православие но она еще и по другой причине потому что у нас было у праве число они у слави число шесть поэтому число шесть его всяко опускали славь у нас вычеркивали вот шестерка в тюрьмах стало очень-то негативным числом а вообще именно правь и славь они составляют форму простых чисел а простые числа как показывает практика лежат в основе нашего мироздания правильные фигуры платоновые тела они все если туда вписывать допустим круги кружочки вот ну или выстраивать из шариков какие-то фигуры платоновые там мы их много не низко видов вот мы получим всегда простое число и вот формула простых чисел 6 н плюс минус единица то есть славь и правь то есть православие это фундамент мира фундамент мироздания и поэтому мы будучи православными людьми в общем-то впитывали в себя ну то что сейчас называют наукой и то что раньше называлась 3 она в общем-то позволяла нам и совершенствоваться и жить вечно теперь такая вещь как светится светится это вообще название и якобы ну как сейчас считается это название которое держал лучину лучина причем сейчас нам рассказывать что это такая вот палочка подпаляет и вот она нам светила ну да свист художественный причем на львы мы даже это вот смотрите сколько дворцов там не видно этих подсвечников но если реконструкции конечно не пошли не прошли если были бы там свечи горели без потолок бы был в копоте там этого нет то что лучина это в реальности субстрат состоящий из светящихся бактерий и когда много бактерий но я вам покажу как они выглядят их музеях этих вот видим невидимо ну тут вот полено мне вот в колот и вот лучину поставили палку и подожди с одного конца но это держатель да но он держал лучину которая светилась причем свечение это ну вообще это род светящихся бактерий они водные то есть у рыб там осьминогов эти бактерии встречаются материально они могут светиться вот так вот свечение было не одно у нас дело в том что вот эти тонкие энергии ну как мы сейчас говорим тонкие там ци там си но сейчас ну говорят да че хотя че си и це о китайцев тоже у нас то все разные виды свечения и у нас эти свечения были связаны с названиями вот этих светящихся бактерий потому что разные субстраты давали разное свечение разную частоту а что такое вот эти вот тучины все такое биологическое общее свечение это свечение которое позволяет вот этим вот фотоном корпуском как раньше говорили двигаться с разными скоростями не за скоростью 300 там или 400 даже километра километров в секунду за скоростью там 100 километров 200 километров без тысяч а вот эти вот все вещества мы знаем что свет он ждет частицы электроны и оказывается если свет с меньшей скоростью нужны другие частицы и вот эти частицы они шли на строительство тонких тел у нас смотрите вот известное название наших энергий же хи-фи-ми-ли-пи-чи-кси-ци девять энергий и каждая энергия она имела свой свет и в русском то языке сохранились а ну например же такого нет но есть жар или например люминисценция то 7 энергия или флюоресценция фи энергия мерцания энергия свечение чьи энергия сверкания ну то можно сис связать то есть даже название есть еще но они конечно изменены но тем не менее они присутствуют и вот смотрите если мы посмотрим тех же самых антов ну или инопланетян анты например могут спокойно порвать человека пополам отрывать ему руку голову ну то очевидцы принципе об этом рассказывает нам те же инопланетяне кота их пытаются взять в плен одеть на них наручники вот они легко рвут этим наручники эти цепи и спокойно уходят и вот это как раз связано с тем что они питались вот этой энергией света а у нас начале девятнадцатого века сразу после первой революции русской ну или там пятой в действительности революции российской империи вели постоянный ток и он пробыл у нас аж до шестой революции ну тогда революции 1917 года когда вели переменный ток ходе переменный ток он был не экономичен то есть постоянно ток он течет себе течет а тут пришлось делать трансформаторные путки вот повышать понижать вот напряжение а зачем это было сделано причем вели 50 герц 50 герц как ни странно совпадает с частотой бета-ритма нашего мозга это наши эмоции но это в европе в россии 60 герц разрешили иметь японца и американца ну и в реальности этот бета-ритм который в общем-то сдерживался этими частотами у нас у индийских святых чистота бета-ритма достигает трех тысяч герц то есть насколько они эмоционально могли быть продвинутыми а у нас человек не может выскочить из этой частоты 50 герц и все то есть творчество было заблокировано творит творчество это эмоции у нас же еще 19 веке тысячами было гормонов открыто я не знаю как в этом веке вот но ты сколько было эмоций как какого было разнообразие а нам все заблокировали этим переменным током внедрив вместо лучи вот именно разные деревья ну прежде всего конечно священные деревья которые заражены этими светящимися бактериями дают эту возможность свое время мы делали но мы делали культиватор и садили этих бактерий культиватор это питание этих бактерий то симптом очищали воду то фильтровали вот и питательный раствор подавали вот свечение было но ярче всего то сильно они должны погибнуть от этого правда нам пришлось прекратить эти эксперименты по ряду обстоятельств и тем не менее девятнадцатый век был весь освещен и все что нам сейчас рассказывают про это что там свечами лучинами какими-то подожженными освещаем свист все да я не докончил вот эту тему связано со свитцами светец это старое название но но кстати сохранилось и вот это название таких вот вы можете посмотреть что они были сразу несколькими представлены учили можно сказать что это одна и та же как бы чистота в действительности были разными но здесь видно что мы тоже можем сюда закрепить но она сама вставляется и крепится вот такими ответвлениями да а вот это уже подсвечник тут на него не смотреть вот здесь тоже мы видим или вот такое тут тоже видно что здесь разные были здесь плохая видимость но в общем то здесь можно разные лучи наставлять то есть одновременно питать все наши тела и все тонкие энергии проявлять вот здесь вот видите здесь как бы можно сказать один вот тут ну тут с украшениями но вообще это тоже свитца вот но тут вот видно что можно по несколько вставлять сразу этих бультерий достать не проблема заразить посадить их на какой-то питательный субстрат но это обычная сух дерево но его надо что потом было не живым но обильно смоченным еще одна но как бы нельзя то что не имеет объяснения на сегодняшний день это связано с нашими чакрами но это индийское название у нас название чары вот и почему чара или чарки чакра это вообще сосуд считается да но и нас тоже чарка сосуд и чара тоже сосуд вот но у нас есть чара отношения да но не через разные буквы описались для нас то что у нас все время же выбрасывали буквы лишние якобы вот система чарки индийской она достаточно простая на сегодняшний день почему она такая но начинается у нас от хистана не вернем нас начинается молондхара четыре лепестка она внизу находится в реальности эти все чары или чакры они совпадают у нас железами внутренней секреции но причем вот эти вот железы которые сейчас их не проходят где нас таких проходили еще на медицинских факультетов университетов в то время еще не было вот но а сейчас не проходит дальше у нас идет свадхистана сначала дед молотхара 40 лепестка а потом идет значит свадхистана у которую у нас два лепестка откуда они у нас получились дело в том что вот у нас основное понятие дали прославие магическая окружность которая представляет из себя длину нашего роста это магическая окружность и все миры все наши рычаги они укладываются вот из помещается эту магическую окружность соответственно имеются и точки арчиге какие но это ладонь да это пальцы фаланги это вершки это локоть это плечо воршин сожжение косая сожжение ну как сейчас говорят вообще так правильно коза сожжение потому что мы от расстояния между зрачками газ называется в 12 козов у нас укладывается в позвоночник поэтому коза сожжение это длина позвоночника но сейчас говорят что рука сюда вот а сожжение так как раз человек когда сидит от копчика до сожжение до макушки вот это сожжение он сидит потому что сожжение мы грели мериться рост высота так вот простая у нас схема начинаем измерения от ночь макушки и до копчика в копчике у нас находится железа копчиковая железа так называлась но сейчас ее не изучают вот но тот как раз мозгара возникает а почему у нас вот эти на этой нашей вот окружности до магической каждый бог имя свое число имел свои точки вещи ну сколько у него там вот я сначала в коробочку сделается у него получится магическая окружность то есть коробочка когда у него затылок коснется его пальцев ногами когда замыкание происходит вот и каждый бог упала там 24 числа и вот 24 вехи ну 25 так получается потому что у нас там кончики пальцев и макушка они как бы замыкается одна получается веха так называемая . веха там брод идет 23 до 23 значит энергетики энергетических центра как сейчас говорят да вот дальше там идет 22 велес это же значит получается так называемые вижу да и вехи их и вот в этих вехах идет закручивание энергии и поэтому не представить себя мощные энергетические центры или силовые центры они позволяют фактически эволюционируют человеку но самые сильные это те которые связаны с нашими мерами то есть сожжению косое сожжение плечом маршином локтем с ладони пальцем там дюймом вершком нашу 9 мер основных которые мы используем в первом коне вот они у нас сдают эти чакры как говорят индусы или чары как говорим мы ну и причем они связаны у нас с богами естественно вот смотрите вы сказали но у нас получается вот когда мы вот у нас тело человека до учетные сон вот начинается младхара свадхистана нам здесь тоже представлена цветами у нас 7 цветов считается данных неправильно всем цветов свет разлагается там 16 очень четко выделяется цвету это же как бы любой простой человек не обладая особым зрением может выделить этих 16 цветов ну пусть даже 7 вот 7 цветов они начинаются от красного и кончаются фиолетовым но здесь у нас понятно что не всю у индусов вошло потому что начало сожжение будет касая сожжение потом идет аршин вот аршина нас как раз приходится где-то на манипуру дальше идет плечо плечо это у нас уже анахата вот анахата дальше идет у нас локоть это шутха но причем у нас шутха тут тоже железо вот смотрите свадхистана значит это как бы младхара понятно это у нас копчиковая а вот свадхистана это у нас волковые железа не парные но их тоже не изучают сейчас школах и институтах манипура это у нас в общем то там есть тринесердечная железа и тоже не изучают вот потом у нас идет вишутха вишутха она 10 на филочковая железа но у нас там локоть а у локтяна мы знаем там лучевая и локтевая кость вот и поэтому там движение желчковая и щитовидная а поскольку у нас значит троян он стоит из тройпаков да там входит и балабах и чарабах но сейчас для черно бог и черный или зле бог и потом добрый бог ну или белый бог такую значит нам утку вкинули мы понятно порвать или ее а действительностью было связано с теми богами которые с рациональными с рациональными чистыми связаны были вот и поэтому у нас была щитовидная пара щитовидная вон два бога чара-бол-бол-бол-бол вот потом была ладонь вот ладони на приходилось у нас вот где-то сюда и это как раз вымероназальный орган у нас у многих людей уже сейчас нет практически там одна ямка а так он выстилает весь все дно носа он не только принимал у нас запахи но он излучал их еще вот то есть это но как бы гормоны или феромоны наружу вот и у нас действительности вот это вот зона как раз вот и для излучения феромонов она именно носогубная складка считается мужчин и женщин мы их не чувствуем сейчас но большинство не чувствует она мы их имеем тем не менее вот дальше у нас идет то есть этой железы сейчас нету у индусов нет потом у нас идет палец 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 как раз приходится где-то вот на аджуну аджуна здесь у нас внутри эпифис но письмо практически сзади находится потом идет у нас дюйм дюйм это можно считать значит турция кассели это где находится гипофиз тоже важная железа для нас который все всем управляет и вот дальше идет у нас вершок это сахасрара считается на но это уже самая высокая железа у нас это уже сейчас не изучают но она у нас в принципе это точка где у нас соединяется плащаница и продолжение нашего спинного мозга вот ствола и там у нас как раз располагается много центров зрения которые тоже не фиксируются как зрение ну там опасно исследование в действительности продолговатый мозг если заденешь там человек может потом уже на всю жизнь остаться коллегой поэтому это все не исследуется вот и вот здесь у нас все попутано у нас сначала идет лили чары то что соответствует младхаре лили мне два лепестка здесь если смотреть у индусов у них 4 лепестка не соответствии вот дальше у нас идет жизнь женщина но это казалось совершенно вот у них шести лепестковая чара у нас семьи потому что желе лимит число 7 дальше ими манипура до аршин у нас таня чара и она имеет 12 число у них она так но не то не у них называется манипура вот она у них 10 лепестковая чара дальше идет анахата вот она 12 лепестковая чара у нас анахата это равигаса на 5 не совпадение если предыдущие 12 да то у них только 10 только 10 потом у нас идет вишудха это шестнадцатеречная чакра но свишут х и там во-первых берегиня тут два бога и троян вот потому что два у локтя два две косточки поэтому такое разделение утра на число 3 треугольник а у берегиня 10 это 10 лепестковая чакра должна быть по индуистским понятиям у них шестнадцати наконец наконец вот аджина у них 2 лепестковая а у нас аджина это кострома кострома чара и у нас восьмилепестковая чакра то есть тоже 5 не совпадения ну и наконец вершок но тут а них одну пропустили пропущенную этого цена чара да вот осимарх у нас семи лепестковые но у них соответственно как аджина это 2 лепестковая сахасрара у них тысячелетный лотос ну или чакра вот вот видны несовпадения но эти несовпадения они идут именно того что нет теории создание этих чакр чакрамов как они горят вот а у нас чар но вот вчера у нас как бы но одна из высших потому что на дюйм а вот вершок то что соответствует сахасраре у нас вест чара вечер тоже неизвестная железа мы закручивали с помощью крыжи мы то еще будем рассказывать рассказывать про эти способы как это все делается и как это правильностью получать а дело в том что еще у нас органы они имеют свою работу определенную когда она активна когда они активны то что сейчас там говорят ну они же что говорят что печень там сейчас до трех да активность ну каждый орган то есть они вот выбрали по два часа двенадцать значит органов двенадцать миллиардов двенадцать органов и вот они расписали что они имеют разную активность ну по два часа да дальше там мочевой пузырь ну и чё мы каждую ночь что ли все бегаем в туалет и нет то есть это даже при первом рассмотрении понятно что нас обманывают у нас она работает по-другому вот смотрите например легкие у них считается работают с трех часов до пяти с пяти до семи у нас толстые кишки с 7 до 9 желудок селезенка с 9 до двадцати трех дальше сердце с 11 до 13 но это про формация у нас в реальности работа как начинается человек начинает есть пищу у него включается пищевод и желудок активизируется в этот момент потому что он реально начинает работать дальше у нас активизация приводит к активизации после пищевода да и желудка активизируется поджелудка а потом активизируется печень желудочный пузырь потом тонкий кишечник активизируется потом селезенка а вот селезенка она активизируется потому что пищу надо нейтрализовать и она начинает активно производить белые кровяные тельца которые отступают обволакивают кишечник почему он белого цвета тонов белесого цвета при скрытии дальше у нас идет толстые кишечники сердца они включаются одновременно ну и начинают включаться почки почки потому что в общем то идет процесс всасывания с одной стороны выделение печенью вот выделяют клетки все которые начинают питаться так и потом уже мочевой пузырь и все это происходит не за 24 часа не в течение 24 а за время переваривания пищи если вы съели пищу которая перерабатывается там за час за два ну значит это все надо рассмотреть в течение двух часов причем все зависит от состава пищи ведь у нас сейчас в основном углеводы в пище да потом у нас немножко белков ну и практически нет жиров вернее они есть но они нами не усваиваются они в основном отлагаются транс жиры так называемые но подвергнутые термической обработке жиры они не усваиваются они могут только отлагаться вот если мы будем считать сколько у нас там углеводов сколько углеводов перерабатывается сколько у нас значит белков сколько они перерабатываются мы можем посчитать за какое время вся пища переработается и вот за это время желательно чтобы мы сразу после этого как она переработалась начали есть снова ну потому что пищеварительная система она не должна простаивать она все время работать у нас сил того что человек переедает а передает она за того что у нас вели обеды специальные да ну когда работали люди на полях они ели тогда столько сколько надо насколько они хотели съесть вот и столько раз питались них возникал рефлекс пищевой и когда они понимали что они проглотались у них не было так что вот два часа там обед и вот и умри но ешь все было так сказать автоматически из этого у нас получилось все что до обеда человек прогладывался очень сильно и в обедом всегда конечно больше пищи чем нужно чем положено и желудок у нас расширился в конце концов сейчас он больше у нас той же самой поджелудочной железы ну где-то в 6 раз но он перерабатывает белки вот печень на перерабатывает жиры она полтора два килограмма весит то есть мы должны по идее то есть больше всего жиров но сейчас жиры невкусные ну у нас удерживаем в основном орехи остались ну и некоторые семена конопля то же самое лен вот но растение которые давали вот именно жир типа авокадо таких у нас нет ну в общем то можно компенсировать и компенсировать и так называемые аксоли аксоли это если возьмете 50 грамм какого-нибудь масла того же конопляного или там орехового кого-нибудь берзильского или и дрова 50 граммов молока орехового то есть вы раздробите в кофемолке орех но сделайте молоко с этой пудры ореховой вот можете довести до консистенции сливок она будет жирная вот 50 процентов молочка 50 процентов масла сливаете солите или сладите зависимости от того что хотите получить можете потом это сбить но предварительно еще туда положив если у вас это будет типа майонеза значит положите горчицу положите пару лимонов долек вот можете соль желательно соль и пахи леса где калий хлор присутствует вот и это прекрасная пища заменитель всех жиров с ней с ним секс соли мурти есть чё хотите салат любой любой хлеб сделанный из разных сортов не сортов а видов семян гречку то же самое ну мука получаемая и рожь и пшеница все что хотите но единственное что у нас ведь практически все с глютеном поэтому понятно что кроме гречки то есть нечего вот но сорга сорга исчезла у нас а еще недавно было сорга вот но это ладно главное что мы должны есть как можно так сказать больше жиров у нас отношения если взять поджелудочную железу за 1 тогда 6 раз у нас больше желудок и три раза больше печень то есть получается 1 6 18 но из-за того что у нас в общем то и вот это извращение питание просуществовал уже практически 200 лет вот нам можно только брать не вот это соотношение а брать отношения но сейчас ряд фибоначи называется правильный рад яви этот один один два три пять восемь тринадцать двадцать один так даже вот этот ряд это сумма предыдущих двух членов равно третьему и так очень этот ряд получается ты от развития действительности ряд явления почему он назывался рядом яви вот на этом я сегодня свою лекцию хочу закончить вот сейчас но после короткого перерыва ответим на вопрос если совершать тризну и положить человека склеп по всем правил он оживет ну вообще вот похоронное дело там очень все жестко в реальности смерти нет вообще смерть придуманное понятие потому что смотрите ну вот мыши холод она впадает спячку медведь холодно он тоже впадает спячку и все животные млекопитающие они способны впадать спячку а человек получается не способен неблагоприятные условия но в основном из питания у нас же арабское питание вот которая нас делает больными потому что у нас поджелудочная железа которая перерабатывает углеводы на всего 70 граммов она маленькая она не им основная нагрузка потому что у нас в основном углеводная пища в пять раз в шесть раз его ее больше желудок мы вообще не получаем белка практически а жиров вообще не получаем а печень которая перерабатывает аж два килограмма на полтора на килограмма в три раза в четыре больше желудка пять мы должны жить есть в основном жиры она все наоборот сделано но это как раз и создала условия не то что мы жили там 60 70 лет не пишут ищи это тоже очень мало лет но это библии написали чтобы мы как бы не дергались больше тысячи да вот в реальности мы бессмертны наш организм бессмертия говорите что потоп был менее 200 лет назад тогда почему уже об этом никто не помнит одно дело что стирает память а теперь детям про это не должны были рассказывать да нет рассказывали мне рассказывали например бабушка рассказывала про поток про великое переселение где-то девятнадцатом веке родилась но ей рассказывали ее родителям так что были рассказывать просто ну кто в это верит но тем более пацаны дети там поток какой-то но и по количеству он 500 лет назад был тоже все недалеко никто про него помнит понятно непрописные они-то помнят историю вот на это вид еще какая вещь ведь нас же инопланетяне предупреждали в четвертом своем обращении что нами манипулируют нами манипулируют как раз стирая память стирая память навязывая новые представления об истории например вот такие факты вот после пятой революции до в российской империи но это 905 года 1905 года стали ходить этим но их карики перехожие называли а вот они нам рассказывали про татаро-монгольское иго у нас же у нас была готская иго признанным да было варярская иго признанным и вот стали нам татаро-монгольское внедрять но варярская иго у нас отменили еще до революции готская иго как антинаучное отменили после революции но уже это монгольская иго отменили в конце двадцатого века но хронологи раскопали что это все то в тень но тем не менее соответствующие народы зарядили этой идеологии они думают что у нас же оно было и они хотят вернуть себе прежние так сказать но якобы прежние достижения подскажите за каких свой запретили продажу марганцовки но вообще марганцовка на идет на изготовление взрывчатки поэтому ее запретили участвовать лежит и вопросах возврата души наше изменение каких-то важных нужных деятелей без запросов их родственников согласую это с душой самого умершего например умер генеральный ученый который много знал и сделал или жрец а вы возвращаете его душу в этот мир новорожденное тело как делать правильно тризну что и нужно соблюсти ну тризну это для того чтобы возвратить умершего опять в новое тело а вот душу тоже возвращают значит там мы тоже пытались это делать но я говорю что у нас тогда так разгромили хорошо лабораторию все эти наработки которые на эксперименты которые там проводились в общем то все было разбомлено вот а мы там делали связь во-первых с душами умерших людей то есть но я рассказывал обстройство там был такой магнитофон там он и записывал и стирал одновременно и а поскольку разная частота не высокая частота когда они разговаривают с нами мы не слышим если слышим только детские голоса это говорят души наших предков вот их надо на медленной скорости прокручивать значит нам чтоб они нас слышали надо прокручивать на большой скорости то они нас будут слышать вот и общение тогда может сделать созданным и кстати говоря американцы делали эту аппаратуру японцы делали но не движу общаться хотя сенсация была сделали такой аппарат но мы сделали очень давно вот у нас красот граммели когда лабораторию и в том числе там у нас был эксперимент полу матери зации души души можно мотивировать они надо сами мотивируются они могут быть в виде маленьких человечков вот могут приобретать наши размеры но вот у меня знакомый он ну он контактер вот и попросил своих значит кураторов с которыми он контактировал показать ему тот цвет ну показали тот цвет ему было там представлено гид которым показывала все она ему очень понравилось но спросил у них можно ли ее вернуть в эту жизнь тес горят можно ну так она дает согласие но он спросил меня согласно ли она это она согласилась но вернул вот но вернул конечно она там какое-то время у него пожила поехала потом своим родственникам она погибла в автокатастрофе а там уже значит ну все ее похоронили понятно что никаких этих вот но она она даже не подошла к ним то есть там уже свяжись полностью она вернулась к ну вот когда я к нему приехал нам уже всем говорил что она инопланетянка вот но в реальности да она потому что когда я пришел 0 я у него бываю и бывал вернее периодически сейчас его сейчас нет уже надо захожу значит дверь открыта прохожу в комнату там там дверь закрыта она открывается сама потом значит это появляется значит он вот появляется значит она но и он не тоже там рассказывает про то что-то на планетянка это потом когда я уже зажал факт когда что давай ты это колись вот он сознался но просил никому не говорит но сейчас уже можно говорить хотя не знаю она может быть еще не умерла это был пожилой товар это был молодой еще тогда вот так что возвращать даже душу можно и мы делали этот эксперимент вот я под действием этого факта когда пошла та перестройка и мы очень быстро разбогатели и хотели построить коммунизм в отдельно взятые организации вот но мы стали делать этот опыт и у нас было все готово к этому да нам надо было только вот большой сосуд с водой вот не суд не просто водой физиологический раствор мы хотели именно используя физиологический раствор и и материализовать эту душу ну вот не довелось у нас этого сосуда так и не появилось но мы собственно говоря как бы уже знали где мы его закажем все но заказа не успели даже сделать нам все погромели а вообще швабия они осуществляют возвращение умерших вот именно убитых в первой мировой войне но это так рассказывает я принципе но я не говорю что это наши агенты но это люди которые принципе общаются с людьми но принадлежат к швабе они говорят что много смогли жить у них не даром сейчас 5 миллиардов откуда-то они взяли вот и умерших они многих возвратили у меня на лице кожи моложе кожи кистей рук хотя посуду обычно моет посудочную моющая машина как обновить кожу рук пилингами чистка печень их хлопками только не пилингами конечно но чистка печень да а вообще если вы перекись водорода смазывайте руки они не стареют а еще лучше когда но яблочной кислотой смазывайте руки или перекись водорода а потом еще вечером например челоком тоже хороший результат нашла поясца луковского на луне написано что она фантастическая то есть это действительно выдумка на целоковском уже вправе ли мозги еще он он очень-то жил-то двадцатом веке в начале двадцатого века вот и вот мечтал о космосе то же самое федоров уже тоже мечтал об возвращении умерших предков то есть умерших можно возвращать и нужно и философия общего дела у федора как раз было возвращение умерших предков найти способ как это вернуть у него были очень теплые отношения с отцом но что-то он вот придумал такую вещь хотя сама со своим здоровьем еще не следил пил чай и хлеб и все это вся его еда работал библиотеке но создал космизм на течение русского космизма то зарождения было в общем то положено федоровым был еще один федоров академик который очень просто придумал как можно сдать взрыв любой точке пространство не будучи там бросая какие-то бомбы снаряды или еще что-то чисто волновым способом его тоже нашли мертвым на пороге своей лаборатории слушала выступление штефана ланки ученого доказавшего суде германии несостоятельность вирусной теории он говорит о том что вопрос водоросли глубокого озера где он жил легкие планеты вырабатывают кислород для нашего дыхания удивилась что не леса важнее для соотношения кислорода и углекислого газа для атмосферы ну в принципе да океан тоже большую лепту вносит особенно от эти шельфы и вот это 100 150 метров это зона как раз планктона планктон основной у нас в общем-то поставщик кислорода права маленький независимый эксперимент я постоянно забывала многие вопросы к вам которые крутились голове во время ваших лекций но во время но время не записала сегодня меня особенно может пандора попробовала мысленно объяснить ей в любви восхвалить так чудо я не то что вспомнила тему текущего вопроса который хотел задать но даже вспомнила давно забытые вопросы метод работает причем в данном случае моментально может уж поздравляю вас вы еще раз подтвердили эту находку наших жрецов я уверен что мы можем воспринимать потоки органами своими так и изучать так как я постоянно изучаю внушаю глазами но пока наделить что-либо запахом и мне не получается как развить себе эту способность если вы мироназальный орган слаб и не развит вообще как его стимулировать хочу изучать но у нас вообще замечено ну это основа информация от йогов идет но и те кто занимается так давно уже профессиональной йогой вот если концентрируется например на кончике языка то появляется расширение диапазона вкуса человек начинает чувствовать едва увозимые вкусовые моменты какой-то пищи если концентрироваться на кончике носа то возникает расширение диапазона воспринимаемого запаха вот а если концентрироваться на в умероназальном органе который в нас устилает но носа вот но правда не у всех он уже выстилает у некоторых только одна ямка от в умероназального органа осталась вот то он начинает источать запах мощь источать поэтому вот наша мысль наша энергия мысль она много что может преобразовать и вот эти все концентрации на не способствуют этому дядицы защищавших жрецов от уничтожения действует или уже не действует вы говорили что всем покорение уже прошло если нет то как перезапустить это защитное проклятие заново но наде она действует все равно то есть она же работает во всей нашей галактике точно но я думаю вселенной тоже вот и поэтому хотим мы не хотим она все равно работает другое дело насколько мы к ней к этому близки то есть если у нас жречество есть то она работает понятно если у вас был в прошлом жречество ну были родители жрецами там 7 7 поколение где-то ну понятно 7 поколение она может перестать приняло действует но это к этому имейте мало очень отношения поэтому она не срабатывает вас уже можно спокойно убивать и поэтому у нас эти захватчики кураторы обнаглели сейчас они уже сейчас спокойно запустили этот процесс оставить только миллиард людей каковы причины возникновения и методы лечения псориаза экземы но это зашлакованность прежде всего печени экзема обычно печень поражается тоже вот очистить печень конечно и все пройдет печень чистит кастурка и большим количеством масла но еще самое сейчас такие стали продавать энзимы белковые вот их если принимать то вообще все хоть дебета ходит все уходит у нас потому что белковое голодание как сменить систему управления обществом спирамидального на круговой как справиться с давлением захватчиков можно ли обезвредить их не устраняя физически так можно конечно если мы будем сильнее по представлению у нас же ну где нам взять вот это вот огненная энергия которая была отнуть от тех же лучин например даже нет ее понятно мы уязвимы для них они вот экзорция на экзорция это вообще название войны вот современная война называется экзорция и вот в последнее время ну пока наши предки еще владели чудесными возможностями было экзорция а это управление поведением противника то есть нам навязывали и сейчас она продолжается навязывание это то есть человеку который побывал в той же англии еще где-то навязывают поведение соответствующие ценности цели ему переформатируют полностью это вот на примере зеленского хорошо видно чем горел до выбора что он прекратит войну любыми методами прекратит после поездки в англии он полностью переформатировал был сейчас он за войну до последнего украинца вообще если так разобраться все эти войны до спектакли в реальности но люди-то они играют собственными жизнями надо чтобы сохранить во первых убийство людей ну что в гавах делать мы поэтому делается все учу думаете кто-то там серьезно думают что надо победить там украину или россию нет думают о том чтобы гавах собрать можно ли вылечить косточки на ногах холюс вальгус или только операция да нет там мучу прикладывайте ну можете мучу ребенка прикладывать но они обычно рассасываются чем лечится рассеянный склероз порядка вот в рощах когда привозят детишек ну или взрослых с рассеянным склерозом которые сами не ходят не там слюни текут сопли текут вот они сами ничего не делают не могут силами поднять руку приезжает в этот заезжает коляска этот с врущу я человек не просто шевелиться начинает он встает ходит и даже бегает упорядоченная система она вылечивает все поэтому если будете жить по вежим или по веждам может не будет таких вещей смотришь на кусочек бумаги думаешь думаешь он все на не пахнет неужели можно просто одной мыслью наделить его запахом неужели только вот и получается да конечно получается вы сказали что при сдавлении двух атомов углерода получается там кремния атомная масса которая 28 однако атомная масса углерода не 14 а 12 но там не только у него же много изотопов и 14 и 12 и 16 разные изотопы у него бывают грифон реальное существо или только символы расскажите подробнее пожалуйста как сотворили грифонов и для чего но у нас ведь много химер творили это своеобразный апоторопей апоторопей это то что пугивает ненужные ситуации ненужных людей но все не нужно поэтому у нас грифон в тартарии был апоторопей почему на автономию одни могут перейти а другие бьются годами и результат на в чем тут секрет дело в том что у нас это желание формируется микроорганизмами которые заселили наш организм на же каждый год где-то один процент тканей заселяется заменяется микробами они мимикрируют полностью по ткань но не выполняют их функции чисто потребительскую то есть не едят получать иннервацию получает пищу получает воду но все что необходимо для жизнедеятельности но функции которые возлагаются на эту ткань не исполняет но зато они формируют наше желание поесть что-то вкусненького поесть что-то неправильного ну то что нам не нужно примеры такие например одна женщина но день не могла прожить любила очень сметану и вот она начала не разгнать садитера выгнула его и после это насмотреть не могла на эту сметану я рвала от нее потому что вкус был сформирован этим солитером то же самое когда вот те же бактерии те же микроорганизмы когда заселяет эту ткань формирует тоже наши потребности особенно в мясе вот но в неправильной пищи пробовали ли вы провести своих детей внуков на средние как следует кормить детей моим фрукт мы фруктами и овощами уже не наедаются приучены к варенке я сама им почти всегда сырую пищу идти пока не пробовал перевести там более садиках их кормят тоже варенкой нет там орехов фруктов овощей сыры с собой тоже не дашь ничего делать или свой садик создавайте из подобных мам и пап которые ну и вам подобных которые согласны держать детей на средние только правильном строении потому что если не будет жира масла средние но он будет сказываться отрицательно на здоровье и вашим и детей как можно вылечить косоглазие у ребенка слышал косоглазие означает что сбита ось ребенок носит на левый глаз косить на левый глаз по материнской линии что-то не так да не все так там косоглазие она возникает из-за ослабления мышцы если работать по методу бейца который пропагандирует известный антиалкогольный так сказать пропагандист жданов вот то но увеличивается найдите в интернете это все не секретно он ничего не скрывает поработайте с ребенком косоглазии уйдет ни в коем случае делать операцию но еще может быть что зрение вот если ход улучшается зрение организм саму будет глаз сторону вот надо чтобы зрение восстановилась чтоб восстановилась глаза это вообще печень он показатель зашло кованности печень это острота зрения на александрийском столбе раньше стояла статуя александра невского а памятник петру которому голову другую при делали тоже невскому а конь под ним боцефал ну как они звали я не знаю но то что нам переделали все это это точно сейчас туда поставили ангела на александрийскую колонну вот вместо александра невского ну по поводу петра интересным гипотезной и надо проверять позе эмбриона нереально спать жутко неудобно если среди ваших последователей те кто реально ее практикуют да кто ее будет практиковать но есть который пытается практиковать а если вы всю жизнь не спали ни с чего вдруг начнете удобно спать не понятно это только может ребенок который только что из нее ну понятно это все близко но ребенка же отвечает от этого то есть пеленает на чем пеленать начинают но нас вообще все что связано с правильными родами все неправильно делается том числе и вот кормление ребенка крови молоком заражает ребенка ревностью сразу потому что молоко животному передает свойство животного раньше давали если многие почему-то пропало молоко там или кормилицу начну немали но вам обычно женщин остается молоко вот кормилица она могла давать свое молоко или брали конопля на семечко мало ли его делали тоже молоко но близко по составу химическому человеческому молоко поясните детально пожалуйста важность еды и лежа почему при этом не поправляются и в чем польза но первых смотрите у нас мы когда сидим до едим но это кстати говоря только на похоронах так сидели римляне вот мы возлежали возлежали то что у нас вот живется больно когда сидишь поэтому здесь откладывается жир а вот когда лежа живот он под прессом тоже уже не отложится он или выйдет да или значит будет искать другие места где можно отложиться вот но самое простое понятно что вот этот фартук жировой он создается только желател в других местах фартуки не создается вот первый момент и потом когда мы лежим у нас пища там же но этот комок он двигается по пищеводу и пищевод работает когда мы сидим он легко проваливается пищевод внутри не тренируется а вот лежим пищевод тренируется ему надо просунуть пищу да ведь довести ее до желудка и поскольку пищевод но тоже тоже мышца из круговых мышц вот она сильно и синтар который это окончание пищевода он соединяет пищевод и желудок установится сильным вот мы иногда вот едим там картошку например метр и не может проглотить там перекрывает он и здесь тоже самое он сильный он перекроет вам если вы съели что-то не то мы можем запить а вот тут когда у вас это не запьешь сильная мышца он не откроется это она полу открыта всегда поэтому любая пища в судок попадает влог людей попадать люди всех религий но основном древне православная но если владимирского православия люди туда могут попасть мостами нет геркулеса столбы на которых купол держится из какого материала сделана да из такого же как и купол то есть это легкие прочные но начало конечно фундамент тяжелый вот нам потому-то он легкий постепенно переходит сам купол когда слышу голоса как кто-то разговаривает между собой как ранее в пустой комнате это кто может быть это операторы инопланетяне что управлять людьми или другая реальность да это все может быть ножи видите вживляет вот эти чипы сейчас вообще три микрона делать это уже чип то есть всех людей можно пронумеровать если они еще не пронумеровали он могут быть и инопланетяне могут быть швабцы те же у нас много недорогов когда я была ребенком во время прогулки в детском саду у меня шла кровь из носа вы говорили что это приживается микрочип каким оборудованием его наличие можно сейчас обнаружить и как из себя вывести надеюсь это все же было по другой причине травму или что-то еще на не помню удара да нет это микрочип обычно обычное дело многим детям не вставляют чипы люди же практически все управляемы дело в том что метод виктора рогожкина ну то он предложил этот как избавиться от чипа то есть перед сном сказать что я свободный человек что никто не вправе насиловать мою волю и прошу вас убрать вставленные вами чипы меня освободить мой организм от них мой сделать это ночью не приходит обычно вытаскивают вы рассказывали о люльках где пара во дворе на дереве что ценно было заключено у них что из-за них убивали людей а люльки уничтожали но вы касаетесь тем которые я вообще не хотел бы освещать у меня есть книга называется я в любви там принципе описано зачем эти люльки были нужны но это вообще для правильных движений на же все извратили сожалению да ну понятно что для никто не к сожалению чтобы у нас ничего не получалось у нас выхолостили все те же самые оргазмы про которые но мы сейчас даже не знаю а их много видов вот в основном связано с женщиной мужчин только два вида а у женщин обнаружено больше трех десятков вот это вот опять же это все знание 19 века ну и возвратиться конечно к сын истоком своим знанием потому что именно высшие вот эти состояния приводят к рождению богов мы дали светскую клятву пирану а что значит нарушить клятву запрещено обращаться к богам других религий а можно например заходить в андуистские храмы и мечети дацаны и другие да можно конечно если у вас любопытство играет в черни зайти а связь нашим агрегатом твердая тогда можно ходе и хоть что смотреть изучать не каньте я не врач он хочется правильно научиться принимать роды это возможно да конечно там особых то знаний ты не нужен если нет патологии развития плода женщина руженица должна сидеть на курочках природах ни в коем случае не жать на спине чтобы не создавать роды проблемными дальше если там неправильно идет это необходимо чтобы ягодицы были расслаблены у руженицы их надо проверить перед тем как она начнет рожать понятно что лучше сделать это с политурами сейчас по итог из тут снова восстанавливается и они много знают очень интересных вещей но необходимых вещей вот но и не надо пеленать ребенка тоже после родов чтобы он нормальный раз ему принимать позу эмбриона снова и продолжать свою эволюцию чтобы нас не блокировали его с помощью там прививок тех же самых но у нас все блокирует с помощью призывок потом всякого неправильного кормления всякие подкармливание вот будем или затрагивать тему как прокалывать уши все просто вот мочка ух это наша голова но и смотрите куда вы будете ставить иглу потому что можно поставить и поразить например органы зрения да можно поразить там органы воли или еще что-то в реальности для того чтобы этого поражения не было необходимо знать что во первых прокалывается на момент минимальной активности того или иного центра мозга во вторых необходимо знать что мы хотим стимулировать мы можем стимулировать зрение вставлять эти вот шесть сережки с камушком в определенное время касаемо данного бога они так что водили носите а потом удивляйтесь что у вас болит голова что вас там тошнит там еще что-то все же делается правильно должно делаться правильно но все вопросы больше нет мы с вами прощаемся ну и до скорых встреч